Дорогой друг, вот первые два воскресных дня я поздравлял твоих родителей и учителей, а сегодня я хочу обратиться к тебе. Я поздравляю тебя, поздравляю с началом учебного года и, как говорят, здравствуй, любимая школа. Согласно одной из теорий происхождения мира, первым людям, Адаму и Еве, Бог дал во владение всю Вселенную, которую сотворил для них. Во Вселенную вселился человек, и все ему было известно и послушно, и о всем он заботился. И так как он был творением Божьим, одного с ним Духа и одновременно одной природы с сотворенным миром, он знал об окружающем мире все. Ему в вашем смысле учиться не нужно было. Он духовно проникал в суть вещей и явлений и всему давал названия и имена, отражающие эту суть. Он знал истину. Но человек подумал со временем, что это не Бог дает понимание и разум, а он сам по себе умный и сказал, что Бога нет. Увы, отказавшись от своего Творца, человек лишился и знаний, и верного духовного взгляда. Человек стал обычной частью дикой природы, притом самым уязвимым звеном. Без знаний о мире, лишенный шерстяного покрова, не обладающей легкостью лани, мощностью льва, человек становится добычей хищников и жертвой климатических условий. Человек без знаний и духовного внутреннего стержня отнюдь не венец природы, но ее позор. С тех пор, как человек удалился от Бога, ему нужно много-много знать и много-много трудиться, чтобы познавать мир и делать его удобным для жизни. Для этого нужны терпение и воля. Так вот, школа – это стадион для тренировки воли. Это лаборатория по решению сложных практических задач. Процесс учебы становится увлекательным и успешным только тогда, когда ты сам, дорогой друг, задаешь вопросы о том, как устроен этот мир, и сам идешь к своей цели. А еще школа – это прекрасный трамплин для будущего, но только при одном условии, что ты себя спросишь, «Для чего и для кого я живу?». Не смотри на школу, как на комнату пыток. Смотри, как на возможность каждый день становиться лучше. В школе ты учишь не только предметы, но и воспитываешь свой характер, ищешь себя, учишься любить людей и приносить пользу обществу. Не ты нужен школе, а школа тебе. Не ты нужен учителю, а учитель тебе. Не ты нужен друзьям, а друзья нужны тебе. И за тобой всегда первый шаг навстречу. Так делай его каждый день. Верю в твое благоразумие, в твое желание жить полной жизнью. И я уверен, что тебе пригодятся те знания, которые ты получишь здесь. И помни, что без знаний и без Бога человек – это слабое звено, а не венец природы. Так вперед к новым открытиям, к новым достижениям, к новым высотам. Субтитры создавал DimaTorzok